Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Социально значимые учреждения Карачаева Черкесии пополнили свой автопарк. Ключи от 42 единиц спецтранспорта муниципалитетам вручил глава республики. По линии «Единая Россия» продолжается благоустройство придомовых территорий. О ремонтных работах по улице Балахонова в Черкесске наш репортаж. Пеший маршрут от одного старинного культового сооружения до другого студенты Качагу прошли от Шаанинского до Сентинского храма в рамках проекта «Кавказ-дом». Ансамбль национального танца «Ашемез» из Хабецкого района стал лауреатом двух номинаций Всероссийского фестиваля конкурса. Сегодня автопарк учреждения образования, здравоохранения, культуры республики пополнился в общей сложности более чем 40 единицами транспорта. На центральной площади Черкеска ключи коллективам районных и городских муниципальных организаций вручал глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности в сюжете корреспондента Артура МХЦ. Этот автомобиль класса «С» значительно расширяет возможности медиков Карачаев-Черкесии при оказании неотложной помощи без отправки пациента в медучреждение. Класса «С» две единицы автомобилей, полностью оснащённые современным оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную реанимационную помощь пациентам. Практически это палата реанимации в автомобиле скорой помощи. Внутри имеются аппараты ИВЛ и УЗИ-аппараты, дефибрилляторы и многое другое. Этот специализированный транспорт, а также автомобили класса «Б» сегодня поступили в медицинские организации. Ключи персонала учреждений здравоохранения на центральной площади Черкеска вручил глава республики Рашид Тимрезов. Всего с 2016 года автопарк пополнился более чем сотней карет скорой неотложной помощи. Автомобили класса «С» идут в службу медицинной катастроф для осуществления медицинской оборудования. Эвакуации пациентов между стационарами либо за пределы республики для направления в федеральные центры на госпитализацию, если это пациенты тяжелые. Касаемо автомобилей класса «Б» эти автомобили распределяются между районами ЦРБ и ЦРБ и станцией скорой помощи города Черкеска. «Необходимость обновления автопарка скорой медицинской помощи стоит перед властями, исполнительным органом государственной власти Карачао-Черкесской республики уже давно. Однако, в последнее время мы получили такое количество автомобилей, что позволяет практически в рамках норматива оказания скорой медицинской помощи, а именно 15 минут, доезжать до самых удаленных уголков Карачао-Черкесской республики». Помимо этого, по разным населенным пунктам республики были распределены автобусы для перевозки школьников. За последние несколько лет автопарк учреждения образования Карачао-Черкесии увеличился в общей сложности почти на две сотни удобных транспортных средств. Они оснащены специальными навигационными системами, тахографами, ограничителями скорости и многим другим, что необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, новым автобусом для гастрольной деятельности обзавелись театральные коллективы республики. И работа по дальнейшему обновлению автопарка Организации здравоохранения, образования и культуры будет продолжена. Артур Макцер, Расулбердив, Вести, Карачао-Черкесия. В Черкесске полным ходом идут ремонтные работы на улице Балахонова, 39. Строители благоустраивают детскую игровую площадку. Проводимые работы стали возможными благодаря результатам конкурсного отбора, осуществленного в мобилизационном проекте местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Альбина Ламкова проложит тему. Многоэтажка по улице Балахонова, 39, была заселена 33 года назад. И с того времени мало что поменялось в облике двора. Жители своими силами поддерживают его благоустройство. Но факты изношенности территории налицо. Особо пострадала детская игровая площадка, где сейчас и ведутся ремонтные работы. Слава тебе, Господи, что сейчас все это налаживается. Хоть уже наши дети вот туда, в тот двор не будут ходить, а уже будем на месте. Я утром гуляю вот с котом здесь, каждое утро по площадке хожу. Ой, думаю, скоро мы будем уже здесь с детьми кататься. Так что все хорошо. Благоустройство детской площадки стало возможным в результате участия проведенного конкурсного отбора в мобилизационном проекте местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он состоялся в преддверии выборов депутатов Думы в муниципальное образование Черкеска. Мы городское отделение, как и все районы нашей республики, подали заявочку для участия в этом проекте. Но из всех районов город Черкесск мы представили, скажем так, наиболее обосновали реализацию проекта «Безопасная детская площадка». Действительно, детские качели, горка и турники не вызывали уже доверия в пользовании. В итоге провели демонтаж. Сейчас здесь работы идут к логическому завершению. Представленные сроки строителями по окончанию благоустройства выполняются, отметил Алексей Ганшин. Александр Георгиевич поддержал нас в выделении дополнительных средств. А средства дополнительные, помимо партийных, сюда миллион рублей еще были уложены в наши собственные республиканские средства. Вы знаете, по ходу уже сейчас выясняется, что в результате того, что когда мы планировали полгода назад, даже больше, были одни цены весной. Сейчас они в два раза подорожали, а смета была как раз составлена тогда. Все же, несмотря на представленные трудности, благоустройство в два раза вершится и никак не отразится на качестве выполнения работ. Альбина Ламкова, Ислам Урума, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия Лепература воздуха ночью 0,2, днем плюс 10, плюс 12 градусов. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Во всех магазинах «Еврообувь» клиентские дни. Скидки 50% на все. Только 7 дней. Успейте купить с выгодой в магазине «Еврообувь». Дорогой, это багажник, а я сумочки еще посмотрю. Окунуться в страницы истории, пройти пешком от Шаанинского до Сентинского храма и увидеть, как на ладони западную вершину Эльбруса и красоту гор двух ущельей отправилась первая на сегодняшний день туристическая группа. Смотрите подробности. В средние века Шуанинский и Сентинский храмы соединяла пешая тропа. Расстояние между ними около 25 километров по руслам рек Большая Шуана и Дженнерик. В рамках проекта «Кавказ-дом» первая на сегодняшний день туристическая группа организованно направилась по живописному маршруту. По осеннему лесу, пересекая горные и стремительные ручьи, преодолевая крутые подъемы, пролегает этот путь. А такие красоты и пейзажи на лирическое настроение настроят каждого. Счастье! Вдруг тишине посущалось двери. Пешком через большое ущелье Шуана, пройдя 13 километров, студенты вышли на плато Дордун над Аулом Дженнерик, где разбили палаточный лагерь и остановились на ночлег. Великолепная панорама величественных вершин и белоснежного Эльбруса открывается отсюда. На второй день к участникам передвижного форума приехал ректор Качегу Таусултан Узденов. Я рад приветствовать всех. Самое сложное и самое интересное, я думаю, часть маршрута пройдена. Все хорошо себя чувствуют? Да. Сильно устали? Нет. На Высокогорье на фоне прекрасных вершин под шатром продолжили беседу участники проекта «Кавказдом». Ребята отделились с Таусултаном Аубикировичем впечатлениями и строили планы. Диалог получился живой, интересный и содержательный. А реализовался этот передвижной форум благодаря… Прежде всего, это центр экстремальных видов спорта «Донбай», который организовал, который выиграл грант. И университет выступил партнером, основным партнером этого мероприятия. И мы всегда готовы поддерживать мероприятия, направленные на развитие молодежи, развитие их творческих, креативных способностей. Здесь, замерев молча, хочется долго наблюдать эту красоту и вершины не только гор Тибердинского, но и Кубанского ущелья. По программе студенческого туризма прошла отбор и студентка Ивановского госуниверситета Анастасия Ленец, что помогло ей стать участником. Больше всего меня впечатлили эти прекрасные виды, потому что, конечно, в нашем центральном федеральном округе такого не хватает. И даже в полевых условиях Исмаил Качкаров готовит вкусные завтраки и обеды. Помогают ему студенты, а чтобы все были накормлены, Исмаил начинает трудиться с 6 утра. Ориентировочно в лагере свыше 40 человек. И получилось, завтрак у нас был хачаны с мясом, хачаны с картошкой и пироги с сыром и с творогом. Храмовый маршрут предполагает три варианта передвижения – пеший, конный и автомобильный. Его мы разрабатывали давно и продолжительное время изучали эту местность, говорят организаторы. Начинали мы наш маршрут утром в 9 часов. Здесь мы были к закату, в 5 часа мы уже были в лагере. От Шанинского храма большую часть маршрута участники проекта «Кавказдом» прошли пешком. А оставшуюся часть пути от плато Дардон до Сентинского храма решили преодолеть на автомобилях. И на закате солнца они направились в путь. Аладинаева Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачева, Черкесия. В Ставрополе прожел Всероссийский фестиваль-конкурс вокально-хореографического и сценического искусства «Мир звезд», в котором принял участие ансамбль национального танца Ашимезы Схабетского района. Фестиваль призван выявить талантливых детей и сохранить культурный потенциал посредством приобщения участников к лучшим образцам культуры и искусства. По итогам конкурса дружная и сплоченная команда ансамбля Ашимез стала лауреатом первой степени сразу в двух номинациях. А народно-остилизованный танец «Махаджиров» в исполнении юных талантов выиграл статус вице-гран-при фестиваля «Мир звезд». Дипломами были отмечены художественный руководитель ансамбля «Заслуженный работник культуры» Зура Позроков, балитмейстер Ахмед Адамоков и руководитель делегации Анна Даурова. Завтра в Черкесске в Доме предпринимателя открывается рыбная ярмарка «Дары Камчатки» и будет она работать до 19 ноября. По традиции организаторы привезут в Карачаево-Черкесию разнообразную продукцию и красную икру. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Осенью вместе с погодой за окном меняется и наш рацион. Рыба и морепродукты просто необходимы. Это источник витаминов, ценных омега-3 и омега-6. В преддверии холодов стоит укрепить иммунитет. И поможет в этом российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Царицу лососевых – это чавыча, кижуч, горбуша, и селедка, и скумбрия, и брюшки у нас. Все как обычно. Все для Черкесии и для Карачаевой Черкесии, которых мы очень-очень сильно любим. И всегда сюда приезжаем с удовольствием, привозим наисвежайшую рыбку и очень вкусную рыбку. На ярмарке вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь – тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых – кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбица богата йодом. Наивкуснейший – палтус. Ну и как же без чавычи, семги, горбуши, киты и скумбрии. Большой выбор консервов. Украшение любого торжества – красная икра. Рассыпчатая, цельная, одним словом, настоящая. Свежая икра этого года. Очень вкусная, сухая, не жидкая, не водяная. Консервы у нас Камчатка. Мы не возим наши консервы, возим только Камчатка или Прибалтика, или Приморский край. Консервы тоже все вкусные, хорошие, с большим сроком. Приглашаем всех на нашу рыбную лавку. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8. Вход со стороны республиканской стоматологии. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть в рыбную лавку. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Баренцево море». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин